Самому построить 60 футов катамаран и покорять на нем моря, океаны – это реальность. И пусть пара матерных слов в начале фильма не ведет вас в заблуждение. Находясь в Аликанте, я решил не терять время даром и сегодня у нас выпуск с Александром Морозовым и дядей Юрой, которого все знают, как Сели Белии. Да, мы проведем экскурсию на алюминиевом катамаране. Настоящим, построенным своими руками. Вот эти, видите, мозоли. Обошлось, расскажу, интересно будет. Вот спросите у меня, а какой бюджет? Ну, вот смотрите, 60 футов катамаран, он обошелся в 370 тысяч долларов или евро, тогда был курс примерно там. Ну да, вы давно бывали. Делится просто, чтобы вы знали. Треть – это алюминий, то есть купить, именно купить сплав, металл. Треть – это оборудование и система, включая покраску. И треть – это зарплата иностранных рабочих в виде киргизов. Какая длина катамарана размера? 18 метров. То есть, вы понимаете, да? Цена вопроса. Если вам нужна крепкая алюминиевая лодка, которая будет размером больше 60 фунтов, Юра вам ее построит за полмиллиона, начиная с полмиллиона. Нет, я берусь бесплатно. Вот смотрите, есть этот завод. Я берусь вам бесплатно ее здесь построить, потому что мне нехуй будет делать следующей зимой. Но надо минимум 4-6 корпусов. Да, тогда можно построить. Дело в том, цена подобного 60 футового катамарана, если вы будете его заказывать где-то там, он будет примерно от 2,5 миллиона евро и выше, чтобы было понятно. То есть, этих денег хватит на 10 катамаранов и плюс еще остается на виллу. Здесь хорошо, рядом со мной я вам продам виллу еще. И будете лежать, и ваш катамаран стоять на якоре, а вы охуевать будете в своей джакузи, глядя на него. Вот, по поводу Александра, прошу не путать, есть известный персонаж такой, которого называют, однофамилец, да, которого я лично называю Джигурда Яхтинга, это Сергей Морозов. Да, а вот это уважаемый человек, интеллигентный, воспитанный и понимающий в своем деле толк, профессионал своего дела. Это вот Александр Морозов, прошу любить и жаловать, и читать его блог, он не, Ютубом не занимается, он, у него блог, и там статьи, которые вы будете читать, это просто саморазвитие, много полезной информации, это просто как, не знаю, лекции, которые, если вы хотите развиваться в Яхтинге, а не просто дурака валять, то, вот, по-серьезному, это образец классического серьезного подхода. Я вот старый почитал, что ничего не понял. По поводу, по поводу запаса прочности и вообще, вот, ну, цена вопроса мы уже обсудили, да, а теперь поспорим запас прочности. Это мачта, чтобы вы понимали, да, это мачта. На мачте не осталось мятины. Вы понимаете, да? Лопнула их крыша. А вот это ванты. Ванты. Вот, смотри, иди сюда. То есть, чтобы что-то сделать с такой мачтой, чтобы она сломалась, надо только реактивный снаряд. Это тоже не критично, да. Нет, ну, общая связь у нас, у меня, чем хороша. То есть, у меня, по-детски, есть шанс, ну, у меня же она очень боится, что ей банят по голове, и говорит, давай море где-нибудь выбросим мачты. Откидывающиеся солнечные панели. Если бы перед изготовлением мачта несколько показали, вот, как она выглядит, я бы никогда не стал ее, конечно, делать. Потому что это невозможно представить себе, если ты не пьяный, что можно сварить вот такую, блин, фигню. Да. Ну, видно, да? Понятно? В чем прочность? Что вот она не просто труба, как обычно мачты, а вот так в центре идет, до самого верха идет перемычка из восьмерки. Перебросжевка. А потом через метр идут эллероны. Поэтому проще, ну, можно было уменьшить. Какая толщина ванты? Да, 4. Слышали? Слышали? Охренели? К вопросу о прочности. Да. А самое подъем? А самое классное у меня, конечно, с якорью. Это яковь. Сп achievement. Яковь. С abrasивка. такая что сам варил он был просто плюс такой что ты бросаешь его море и забыла ну забыл забывая забываешь поднять а потом никак не может найти не нужно как обычно там обычно он всегда держит показывал последний раз на этой неделе лично врезал вот период вот кстати на этом не видно коррозия идет потом покажу как то есть алюминий обязательно красить нужно тоже потому что нержавейка ржавеет тоже для тех кто не верит только да правая юра ты скажу что в матч ты варить не надо я варил очень быстро за две недели я сделал нет не доволен понятно не повезти и получше орган а еще раз я не доволен понятно просто быть не довольны ну и крутовать ключи когда вот карман пополам на ней никогда не крутим я расскажу как я машину делал я вообще ничего не умею не варить вообще ничего я научил киргизма своей который умеет варить лучше чем я уже но то есть на таким конкретный шок не вообще там приводи мне ничего не такое да на мари например эти какого менты до а вот тупо то что он учил понятно и проварить и качество будет вода выше чем я потому что я как я варил да ну потом я там уехал а и он сидел там киргиз и он реально ну ему дашь другую какую-то ну вот задачу он ну как бы не поймет что там что куда вот смотрите значит с корпусом понятно идеально там тонко если я хочу сделать выпуск у меня никто не смотрит поэтому да ладно идея какая хорошая тема для выпусков ютуба это как определить качество бэушного или почти нового яхты вот это интересно да вообще никто не хочет купить лодку себе и все мы еще раз ну а там нихуя не понимает еще раз никто там не я не так что нужно алюминиевый ребят да а ты садись сюда а то там я не баллы ну так вот рассказываю алимия и большую алюминию ну вот саша считает что алюминий там я не знаю что да просто по цене смотрите это минимум берем пластику умножаем на минимум на полтора получаем алюминий и умножаем еще вот эту сумму на полтора получаем карбон то есть точно карбон не надо покупать это понял это у меня у приятеля у лёши да у него казалось карбоном купил карбон заплатил 2 миллиона 200 тысяч евро за 63 фута монаком ну это верка ну вера вера синие да оказалось что у него карбон только внутри да а снаружи просто стеклопластик обычно на май что только пускают карбон понимаете да то есть остается выбор между сталью мне очень сталь нравится алюминием и пластиком пластик чем всем лучше потому что он дешевле он дешевле единственное я не знаю что современный пластик который сейчас отпускает а кто будет через 10 лет непонятно да возвращаясь к этому я тогда надеюсь когда я просто все каждый раз когда снимать видео делаю вид что это последний ну не делаю вид а вот нахуй то что у меня идиоты какие-то начинают писать мне такие на фейсбуке блять вот никакой там никому просто рассказывать не квадрат скорости блять на сопротивление вали а логарифм логарифм вообще вот так идёт ну понятно ну и вот в таком духе другой пишет да ты идиот это же куб спорту а вот открыть вот ну там же формула такая справочка я думаю там формула я думаю где-нибудь восьмом классе изучает ну там начало я понятно да я и главный я так думаю на основании того опыта который получил за 10 лет вот блять если бы мне 10 лет назад был бы плюс рассказывал такой человек который мог по интернет я мог задать вопрос вот я бы был знаете машина времени сидеть я бы столько как бы ну не потратил ошибок по не сделал не только времени а плюс еще мало устранимых ошибок там каких-то неважно дерево вот то есть огромный плин я всегда в интернете руками сделано консультируют бесплатно да ладно то есть можно мне просто задать вопрос не личный не в личной переписке ничего чтобы другие могли прочитать идея понятно да так я представляю что мне один какой-то мудак задают вопрос мне такой вчера пишет мужик блять из какого железа лучше яхту сделать ночи пиздец ну как бы да ты ответил что из железного да ну и железного железа понятно ну вот и значит смотрите я быстро буду с этим соответственно он начал когда-нибудь опыт сварки насчет ржавления алюминия куча лодок сниму себе поставлю гидравлику гидравлика же хорошо у тебя другой гидравлик нет нахрен ты становишься гидравлик только электричные тега подберу нормальный хороший автопилот который будет выдерживать весной лодки все и вот нет хожу и вот только благодарю как хорошо что я тогда поддался первым порывом слушайте но у меня других вариантов поставить нечего у меня другое другое пост наверху и 10 далеко это ну короче не реактор гидравлика причем она не нравится нашла за чуть стечет где-то и все а а а а а а а а чем дальше делать поэтому сейчас только вы пришли и видели я трахаюсь вот этим ну вторым я вторым вторым как у меня сделал чтобы было понятно иду первое утро ливали а второй вообще не зависит электромеханический привод который толкает всего лишь одной первой поэтому если у меня вообще все стечет да а не одним я джойстик купил 15 евро и будут джойстиком ну не будет авто пилот работающий ничего штурвал не будет крутиться джойстик и 12 вольт должно быть непонятно да и я буду как-то будет они нет нет но они первым достаточно как бы вполне что это небольшой шторм тяжело все-таки меня нормально если это не 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 и шторма не надо это просто если у тебя экстремальная ситуация как зайти а у тебя вот все случилось плохо катамаран куда-то зайти я могу зайти без перьев вообще на своих конечно на моторах я зайду конечно проблема то не в этом проблема в море случилось еще раз я боюсь это больше всего вот у меня отказал руля и управление чего его на моторах могу идти на минут десять ну сколько там пока нихуешь нет ну там реально там нет там просто очень сложно она все время рыскать начнешь там да да и где-то в марине это можно делать а в море и поэтому не опыта нихуя нет это тупо я делаю такой блять вид что я такой умный на хуй нет нет мы никому не говорите ладно только записано все записано поэтому начали менее алюминия как мне нравится и плюс алюминия рассказать по странице пластика допустим вот выбросил это он алюминий и я люблю нет расскажу подложим пластику шторм то я могу на головке выброситься на берег вообще выброситься на камни вот и расхуячит там там пойдет я сниму помню как два катамарана на левкости турции турции нет в турции рядом с грецией а в турции я не знаю про два еще раз два там фамилия да и там два катамарана это ли вы слышали их расхуячил да они утонули да вот они вот так вот так утонули они расхуячили вот поджевала вот это все я не знаю что сделать алюминия листали еще лучше но вытащил вырезал блять и самое главное что вот этот сварной шов сейчас будем варить да вот сварной шов он дает такую же прочность ходу как просто лист металла правда это тогда это так а пластик чтобы у тебя вставить ты должна вот эта хуйню перекрыть перекрыть блять на метр туда метр сюда условно ну бы это верно это не даст останется там 30 процентов прочности а тут берешь ну даже можно не вырезать основами это можно накладку сделать но но сглама сам шов вот этот шириной там сантиметр условно он дает прочность исходную что устали кстати стали лучшие точки зрения алюминий чем минус алюминий вот этот который мг-6 15-61 мг-6 он на изгиб плохо работает жесткий у нее нет упругости там на самом деле просто говорят вот металл блять недостаточно прочный а вы откроете ли мы мудилы что такое прочность и увидеть там колоссальное количество составляющих тогда я помню один не помню одно из это упругая прочность понятно да то есть вот он и надавил он обратно надавил обратно вот алюминий вот этот вот так возьмешь алюминиевую ложку четыре раза вот так и все он лопнет столовая ложка которая вы живем на другой алюминиевыми спида дамы то там он ты можешь на 1 30 согнуть ее согласно да ну условно они не гнул ну а это жестко да все стать другое стали более упругая прочности вот это проще некрасиво звучит она по отношению к этому морскому алюминию она в разы выше то есть например чтобы сталь взять кувалду огромную и вот так лист стали кувалды пробить но это надо ну не знаю там очень долго мы будем целых до конца вечера может быть пробьем дырочку алюминий он более мягкий удар он мягче не с первого нет тянется но он войдет но у него в разы хуже чем устали понимаете то есть понятно а а пластика если к этому с ним пора мы подойдем и уящим кувалдой сколько раз набить один один минус агент у людей и у каждого человека свои догмы к один живет вот в этом понятии другой в этом и когда они встречаются где-то они начинаются какие-то противоречия ну как по любому вопросу вот в конечном итоге в конечном итоге если говорить про материал корпуса по парусной яхты то исходить надо только из двух позиций это первое какое какое предназначение этой яхты второе второе это какая модель используется я имею предназначение то есть будет она ходить по средиземному морю там это будет какая-то да какие-то через океан или или какие-то антарктида там другого канада вот и приплю вот этот авто второе второй момент это район плавания 2 как бы модель использования имеется ввиду что это что какой-то один человек наш или 2 семья вот или это какая-то компания друзей или большая семья это что значит там как бы на недельку сходить или это какой-то длительная вот все от этого и третья вопрос естественно это деньги бюджет причем бюджет как бы первое это на покупку или постройку это я второе на содержание на содержание вопросы и если все это рассмотреть то по всем параметрам для 90 там пяти процентов скажем так 95 процентов конечно вот серийная пластиковая лодка то пор какая-то хорошая там большая маленькая там неважно какая но не мейнстрим или наоборот почему мейнстрим полностью полностью обеспечивает тот рынок на которую он заточен заточен он ну вот вот мы сейчас сидим в реликанты вот вот большая компания значит вот вы перешли там океанский переход какой-то сделали разовый разовый и сейчас будете ходить где-то здесь между островами и в это лодка полоса обеспечивает потребность как вот на ногу на горси у меня нет перебора я вот даже переживаю поэтому поэтому обеспечен непотопливость но есть вот это были лодки есть это не ланка этапа да но они заявляют что они не потопляем пенопласт надут пена надутая они типа плавали и не тонули но это часто и напротив мыс в испании здесь ходили это что гата но тип вода кабе дегата да по моему вот у нас то есть мы вдвоем шли и слава богу не ночь было вот что-то на звук изменился моторе я думаю так я подсланив заглядываю заглядываю у меня уже мотор почти под водой скрылся от оказывается что делать начинаем качать помпы не качают только и качают но не уходит вода вот но у меня была с собой мощная помпа она качает по моему две тысячи литров в минуту вот такого размера значит рубля погружаемая такая мощная вот я ее значит провода провода на аккумулятор и слабого не под водой меня труба оказалось 5 метров чтобы салон и и вывести забор туда и раз вода пошла вниз нашли дырку выхлопной трубе выпал кусок резина просто и она туда свищет опять же я вот в испании когда нет в лиссабоне купил тейп который мой труба ремонтит думаю лодка все-таки стали и они все трубы поменял пригодится ты вот но и замотали все и на пальма до майорку нормально там уже все поменяли сделали так что помпа это великая сила рекомендовал на все на всех лодку точно точно вот это вот то есть не аккумулятор ничего и разораз не ручная не это бензо 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 помпа что бензины обычные есть свечи там все сжигание чего заводит дёрнул веревочку завелся конце концов 1 миссии будет качать ручную но с ума сойдешь у тебя хороший еще приток воды там хорошая пробоина но там они бензо попу не хочу большие производительности вот сегодня теперь как раз для тузика бензин сюда есть собой ну да 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 потом там качать уже один этот совет как ты мне вот не доходило я хотел спросить тогда мне ответил значит там ветропилот как меня даже был случай когда я стал в минорке на майорку прошлом не можем за прошлом году девятнадцатом автопилот отказала мы вдвоем были на лодке вот ну и как бы рулить все время тоже вроде не варианты погода была такая точить на свежие настроили об ветровой пилоты под ним весь путь вообще не проблем а в океанин то есть я только им пользуюсь я просто отключаю сразу настраивает пошли просто резервки сетки витрата кинестная проблема оказалась вот для винтвана у него на флюгарке вот на этой который у него за ветер отвечает ткань она спина кирная и она горит на солнце и она у меня начинает вот сейчас у меня просто я его вот так аккуратненько кладу потом прихожу на нем откуда я его не трогал ничего это мне нету никаких углов то есть она просто сама тюкок расходится ну как раз я думаю что это наверное не спина кирная ткань это какая-то просто волнули баллоне да это это похоже но это даже я не знаю я носил его в парусную мастерскую чтобы подремонтировать мне говорит о это нет это мы не шьем от слишком тонкой ткани спина кирная ну а ними так сказать на общавшись вдоволь мы продолжили наш путь ветер практически всю дорогу был конкретно попутным и не сильно поэтому я поставил бабочку шум волны лишь иногда перекрывал скрип автопилота но когда ветер все-таки закончился и мы завели мотор не увидели плюющей воды охлаждение по корме первым делом проверили импеллер отсутствовало сразу пять лопастей подряд они не могли сломаться все сразу и подряд скорее всего еще ранее не хватало пару лопастей заменили его но ничего не поменялось вода не выплевывалась ночь полный штиль течением нас медленно но уверенно сносит на буй возле мели залили воды из чайника фильтр не помогло на рассвете мы оказались так близко у берега что появился сигнал и мне подсказали еще вариант мы перекрыли кинстон завели мотор и тут же кинстон открыли воздушная пробка ушла ночь была как раз на пасху и мы воскликнув мотор воскресе уверенно зашли в марину я думаю что в авто в яхтенной школе надо занятия начинать с того что первым делом показывать как менять импеллер а второе самое главное как ремонтировать забитый туалет это очень часто встречается в нашем яхте нам мире и я вам скажу точно что ремонтировать механический туалет они электрические гораздо проще легче но не менее неприятно но это надо уметь если хотите заниматься яхтингом сначала надо стать сантехником я бы в яхтенную школу принимал только с первой группы сантехника люди души пасти ружки на лодке после перехода первое чем занимаешься на берегу пасти ружки пасти ружки а я маленький такой у нас на лодке в очередной раз находится на борту анатолий и он нас подбил и когда мы подошли к малаге он предложил нам сходить поужинать как всей командой в мишелиновский ресторан и вот что мы с удовольствием и делаем это могу вам рекомендовать приличное заведение и честно говоря я вот так так сам бы не решился вот но очень удивительно такие прекрасные есть достаточно цены все очень достойно и отличное место спасибо всем тем кто пришел и вот наконец нам принесли покушать вы знаете как я люблю готовить поэтому я также не люблю снимать еду это точно барашек это видео а это вино а вот это табаско а это олег а это виктор а это анатолий а это юрий а это александр а это а ведь страна червая а это ресторан червая а это ресторан червая что я могу сказать в аликанта я не жалею что мы зашли не жалею что мы здесь уже даже не день и не два потому что за это время мы столько здесь встретились разными интересными людьми в том числе мы встретились даже с членами с бывшими учениками бывшими членами предыдущей осенней команды вот так что продолжаем вечеринку завтра мы уходим с аликанта на кальп а сегодня у нас креветки не мешает когда крутится и когда хочешь включаешь электромотор но допустим зайти тебе в марину надо всего лишь ты берешь заходишь там сколько сто двести триста четыреста меня креветок не получается снять потому что их не осталось я их пока готовил и потом решил снять дурак вместо того чтобы сразу снимать а перкинс даже без вина давайте мы завтра подвезем машина на тузик все и подвезем переспа лучше переспать чем не дает не путайте две вещи это очень важно а а ну а а да а и а а вот и а и и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok